Почему после ковида не удается быстро выздороветь? Почему после ковида не удается быстро привести себя в состояние привычной, комфортной, жизненной ситуации? С чем это связано? И почему долго беспокоит кашель? Почему долго беспокоит боли в суставах? Почему не удается справляться с нервно-психическим напряжением? Одним словом, мы получаем все больше и больше от вас, уважаемые коллеги, таких вопросов. И мы пытаемся ответить на них каждой нашей встречи, пытаемся помочь вам разобраться с этими ситуациями. Вот в сегодняшнем ролике я сделаю, попытаюсь сделать, вернее, то же самое. И хочу сразу обратить ваше внимание о том, что нам всем следует, и врачам, и пациентам, на обывательском, на человеческом уровне, очень четко понимать о том, что есть понятие общего иммунитета, который относится, Homo sapiens, к виду нашему биологическому, а есть иммунитет специфический. Более того, для каждого человека индивидуальный, более того, для каждого органа, каждого человеческого института, они могут быть очень специфическими и очень, извините за тавтологию, индивидуальными. Как раз таки с этим связаны и те или иные штаммы, их изменения. Хочу вас сразу упредить в этом плане, что как раз таки специфический иммунитет является тем самым катализатором вида изменения штаммов COVID-19, который меняется месяц от месяца, который меняется в течение вот этого времени, когда официально была объявлена эра или эпоха COVID-19. И поэтому, если вы испытываете состояние затяжного непродуктивного кашля, имейте, пожалуйста, в виду, что это у вас три проблемы, которые на поверхности. Это состояние желчного пузыря, даже если он удален, это состояние желчного выделительных протоков, это состояние связочного аппарата бронхолигочной системы, которая соответствует четвертому, пятому, шестому, седьмому шейным позвонкам и первым трем позвонкам воротниковой или грудной части грудного отдела позвоночника. Если вы испытываете длительный продуктивный, кашель, слава богу, с мокротой, но с гнойной мокротой, имейте, пожалуйста, в виду, что на фоне хронического бронхолитита у вас подселились пневмобактерии, которые формируют вот такую, так называемую, гнойную росу. Если вы часто испытываете после ковидного пространства состояние боли в желудке, распирающую боли в желудке, если они не характерны для имеющих место для вас специфической вашей патологии гастритных болей, как-то голодных болей, как-то боли после приятия пищи, имейте, пожалуйста, ввиду, что ковид подвинул связочный аппарат вашего пищевода, ковид подвинул связочный аппарат вашего желудка и сформируется тенденция к опущению желудка. А это связано с тем, что начинает медленно, но верно, происходить система депрессии в области, так называемых, зубчатых мышц, которые двигают нашей грудной клеткой, а именно состояние ригидности или твердости, потому что ригидность переводится как твердость или окаменелость, передается на солнечное сплетение и происходит затруднение и акта глотания, и акта движения со стороны желудка и со стороны, соответственно, нижней части пищевода. Состояние боли в области сердца, состояние боли в области левого плеча. Очень часто за этими состояниями скрывается пресловутая постковидная инсулинорезистентность. Состояние опухания, состояние отека в области нижних конечностей, в области голеностопного сустава, в области лучезапясного сустава, в области подчелюстных зон, подмышечных зон слева, связано с перегрузкой в области селезенки и поджелудочной железы. А подобное состояние справа связано, соответственно, с состоянием печени и состоянием желчного пузыря и луковицы двенадцатиперстной кишки, и для печени, и для поджелудочной железы, соответственно, равномерно, в равных долях. Поэтому, всегда в этом смысле, надо понимать, какие органы у вас специфически страдают от недостатка иммунитета. И в этом смысле, я хочу вам посоветовать несколько видов воздействия. Один из них, вы очень хорошо знаете, потому что многие, как мы уже говорили с Татьяной Владимировной Картаренко, многие болезненные состояния, многие осложнения в спусковидном пространстве, связанные с состоянием спазмирования, очень хорошо снимаются нашей авторской точкой, доктор Желч. Если вы испытываете боли в любом локализации, если вы испытываете затруднения при дыхании, затруднения при кашлевом отделении мокроты, если вам просто вы испытываете состояние нехватки воздуха, помните, пожалуйста, о том, что, если вы левша, вы начинаете воздействовать на левую точку доктор Желч в течение 45-50 секунд, если вы правша на правую точку доктор Желч в течение 45-50 минут, потом меняетесь местами. Дальше, мы с вами очень хорошо, я вам советую, воспользоваться точкой, которая, казалось бы, при всей своей поливалентности, потому что эта точка представлена у всех, она работает очень специфическим образом. Это воздействие на точку, так называемой, так называемой анатомической табакерки. Она находится у нас как на левой руке, так и на правой руке. Найти ее очень легко. Вот таким вот образом вы ставите свою ладонь, вот таким вот образом вы ставите свою ладонь. Я сейчас ставлю ее на камеру, а вы можете повернуть руку к себе, и вот в этом месте, вот в этом месте, видите, вот в глубине вот этого места, вот так мы с вами делаем, получается, получается анатомическая табакерка. Вот она. Почему она называется анатомическая табакерка? Потому что, во времена использования табака для цели очищения носа и глотки, именно в это место насыпалось то, что в русском языке принято называть понюшка. Понюшка. Если вас продают за не понюшку, за понюшку табака, то это малое количество, которое, так сказать, метафорично работает, говорит о том, что это ничего не стоит. Вот она, анатомическая табакерка. Вот сюда понюшка табака, не надо сюда сыпать никакого табака, поставьте сюда свой указательный палец, ослабевайте функцию большого пальца и в течение полутора-двух минут прорабатывайте это место. Вот, сделайте это вот сейчас вместе со мной, почувствуйте. Место очень доступное, место очень показательное, потому что сразу у вас появляется ощущение боли слабой, сразу появляется ощущение немоты, такое, которое разливается вокруг. Опять же, по правилу левой и правой руки. Если вы левой руки воздействуете на это место слева, в течение полутора-двух минут правши воздействуют на это место справа. А если вы правша начинаете работать на это место справа, потом переходите на левую точку. Для тех, кто не понимает, у нас есть такая доля людей, наших зрителей, которые вот не понимают, вот туда хоть в камеру влезть, все равно не понимают. Значит, еще раз вас возвращаю к тому, как легко определить локализацию. Вот в этом месте, вот в этом месте, за, около анатомической табакерки, находится косточка. Вот она, косточка. Вот она, косточка. Ориентируйтесь на нее. Но вам надо не косточку массировать, а глубину анатомической табакерки. Итак, при состояниях, которые связаны с дискомфортом душевным, которые связаны с дискомфортом тех или иных органовых систем, очень хорошо работает точка анатомической табакерки. Дальше, мы с вами переходим на упражнение, которое очень хорошо снимает нагрузку на продолговатый мозг. Который очень хорошо снимает нагрузку на сосуды головного мозга. Который снимает очень хорошо нагрузку на шею. Тем образом, таким образом, когда у нас формируется спастическое состояние верхнего плечевого пояса, после воздействия на точку доктор желчи, после воздействия на точку анатомической табакерки, пожалуйста, делайте наше знаменитое упражнение доктор Банетти. Вот таким вот образом поставили руки перед собой на середину грудины, глубоко вдохнули, резко выдохнули, и не в течение пяти секунд, не дыша, искупайте себя в аплодисментах. Вдохнули, резко выдохнули. Обязательно восстанавливайте дыхание. Вот такое движение, которое сделал я. Можете делать, можете не делать. Но это я сделал для себя. Потому что мне вот скоро бежать на работу, в клинику. Поэтому я должен быть в форме. После того, как вы восстановили свое дыхание, почувствуйте, пожалуйста, как у вас тепло начинает от области шеи, от области нижней челюсти, от области ушей, от области заучья, от области макушки, расползаться, распространяться по поверхностям боковым шеи, по передней поверхности шеи, по задней поверхности шеи, по верхнему плечевому поясу. Вот, почувствовали движение тепла, почувствовали движение свежей юношеской крови, и, конечно, для закрепления этого успеха, этого эффекта, пожалуйста, заканчивайте воздействием на точки доктора желчи. Также в течение 45-50 секунд слева, 45-50 секунд справа, а потом меняйтесь местами. Подробнейшим образом мы будем останавливаться уже сегодня, через считанные часы, в 16 часов по Москве, на нашем авторском вебинаре с профессором Картавенко Татьяной Владимировной. Я приветствую вас, Татьяна Владимировна, мой замечательный оператор, Картавенко-Спилберг, я так думаю, и продюсер, и режиссер, и автор сценария, и моя любимая жена. Вместе с моей любимой женой, коллегой, профессором Картавенко, мы вас приглашаем на наш, я повторяюсь, авторский вебинар, сегодня в 16 часов по Москве, на котором мы подробнейшим образом будем останавливаться на ваших вопросах, будем стараться ответить на них также подробнейшим образом, извините за тавтологию, потому что получаем огромное количество вопросов от вас. Для того, чтобы мы с вами не заблудились в трех соснах, мы вас ждем на нашем вебинаре, на котором подробно поговорим о методах защиты и профилактики от ковида и его последствий. Милости просим! Ссылка под этим видео! Добро пожаловать! Добро пожаловать! Добро пожаловать!